Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами познакомимся с жанром декоративной композиции. Рисовать мы будем с вами картину под названием «День и ночь». Я здесь в букетике держу кисточки, которые нам пригодятся. По сути, можно рисовать любыми кистями. Здесь нет особых требований к кистям. Они могут быть круглыми, они могут быть плоскими, флейцевыми и разных размеров абсолютно. То есть можно даже обычными кистями, которые продаются для творчества детей. Поэтому здесь нам проще обходиться в выборе материала. Рисовать нашу картину мы будем разведенными в баночки темперными красками. Но это не означает, что мы можем не сделать это другими красками. Также вы можете воспользоваться такими материалами, как гуашь, акварель с белилами, это будет смешанная техника, и акриловые краски. То есть здесь тоже у нас есть большой широкий выбор. В каждой своей палитре вы будете иметь определенный оттенок изображаемой картины. Карандашик. Я беру простой карандашик. Напоминаю, что работаем мы с вами с листом А3. Эскиз карандашом мы делаем едва ли заметный. Поэтому, чтобы вам было видно, я делаю четкий, яркий эскиз карандаша. Перекладываю лист бумаги и начинаю с чистого листа. Дело в том, что грифель пачкается, и особенно при светлых тонах запачкается наша картина. Итак, мы приступаем к работе декоративной композиции. Для декоративной композиции очень важно, так же, как и в изобразительном творчестве, работать с композицией. Но здесь есть небольшие отклонения. В декоративной композиции мы можем пользоваться линейкой, во-первых. Во-вторых, мы можем делить наш лист пополам несколькими способами. Вот сейчас я вам покажу, как нам разделить наш лист пополам. Первый, самый простой способ – это визуальный. Визуальный способ позволяет найти середину нашей картины. Вот я пальчик примерно ставлю. Это визуализация. Дальше мы можем при помощи карандаша абсолютно точно разделить нашу картину пополам. Значит, я кладу угол карандашика, хвостик карандаша на угол, приподнимаю и отмечаю ризочку. С другой стороны так же. Видите, что карандашик у меня коротенький? И приходится вот здесь хлёст-нахлёст делать. Вот теперь фактически вот это расстояние разделить нам не позволит труда разделить пополам. То же самое произойдёт и с нижней частью. Художники используют часто не линейку, а упор на угол карандаша. Значит, вот представьте, что у меня здесь угол стола. Я по углу стола веду карандаш. Вот так вот руку, кисть. А карандаш чётко ставлю. Как бы я ни вела, у меня всё время будет прямая линия. Значит, нам надо разделить лист пополам. Вообще тема борьбы добра со злом, тема дня, ночи всегда будоражит такие вот наши умы. Нам всегда это очень притягательно. Тем более, что композиция при своей несложности создаёт эффект необычной такой постановки, даже театральности. Потому что работа эта вымышленно-фантазийная. И каждый человек вносит в свою фантазию какие-то свои нотки. Также вы по этому эскизу можете выполнить свою работу в своей цветовой технике. То есть можете решить в тёплых тонах. Всё в холодных тонах. Вы можете сделать графику, цветную графику. Сделать процарапку, нарисовать мелками восковыми. Вы можете дальше показывать эту работу, интерпретируя, что позволяет нам передать свою частичку творчества близким своим, детям и внукам и так далее. Значит, постараемся очень чётко сделать вот такой вот, выпуклую такую полусферу. И то же самое с этой стороны мы сделаем. Работы вы можете вращать. Я сильнее нажимаю на карандаш, чтобы вам было видно. А вы этого не делаете. Помните о том, что грифель может легко испачкать нашу краску. Побольше, так побольше. Старайтесь легонько рисовать. Ещё при том, что здесь важно, если вы будете пользоваться резинкой, то потом образуются катышки в краске, что тоже потом отлетает. Нам это не нужно. Значит, теперь мы берём от нашего солнышка, проводим лучики. Произвольные. Вот здесь вы можете проявить какую-нибудь фантазию. Лучики тянутся. Они могут быть двойными, тройными. Видите, я стараюсь даже вести одной рукой. Так, нажимаю. Вот так. А с этой стороны у нас идёт свет от Луны. Характер линий напряжённый. Старайтесь делать одной линией. Все линии, которые мы провели, сходятся в точке по нашей дуге. И убираются под уголки. Так как эта картина декоративная, здесь нам даже не обязательно выдерживать рамочку. Дальше мы нарисуем характер нашего солнышка. Нам надо, во-первых, обратиться к тому, что Луна будет спать, солнышко будет смотреть. Или наоборот. Поэтому вы можете сделать в противовес. Здесь спит, здесь бодрствует. Ну вот я солнышко как раз хочу разбудить. И нарисовать ему открытый глазик. Работа декоративная. Вот здесь может быть волосы у нас в виде огненных прядей. Работа у нас будет выполнена. И подбородочек. Вот так вот. В декоративном виде. Здесь то же самое будем ввести Луну. Носик сделаем. И закроем наш глазик. Вот так. Можно фрагментально и здесь сделать. То есть композиция у нас фактически фрагментальная. Подбородочек, щечки наши. И здесь мы можем взять какую-нибудь челочку. Вот наша работа уже готова под роспись. Вот самая удачная, на мой взгляд, краски художественные Глашевы. Сделаны в Санкт-Петербурге. Невский палитрозавод. Мастер-класс. Это художественные краски. Знаем, что Гуаш делится на художественную и плакатную. Плакатные сейчас слова даже такого не пишут на красках. Но эти краски, как правило, не обычных цветов. Они светлые или чрезвычайно яркие. Такие же красочки можно пользоваться в квадратной упаковочке. Там больше белой краски и расширен охристый коричневый цвета. Работать можно акварелью. Желательно в такой смешанной гамме работать акварелью в тюбиках. Вот посмотрите. Вот тюбики с акварелью. Прекрасно размешиваете с Гуашью или с белой тейперой. И получается необычный такой тон. И когда вы будете работать Гуашью, старайтесь очень плотно не накладывать краски плотным слоем. Потому что при высыхании эти краски потом будут отлетать. Работа начнет шелушиться. Вот точно так же, когда происходит при загаре излишнем. Значит, поэтому я работаю темперными красками. Опять же, с завода Санкт-Петербург. Тоже они называются мастер-класс. Также можно пользоваться серебряной краской, перламутровой краской. Значит, начинаем сначала мы с эскиза. У нас идет с правой стороны Солнце, с левой стороны Луна. Как бы они встречаются на неком таком пространстве. Значит, от самого края до нижнего мы будем вести наше солнышко. Оно будет занимать примерно половину нашего очерченного листа. Для того, чтобы нам начать рисовать нашу композицию, нам надо выбрать цвет наших вот этих лучей. Дело в том, что они у нас будут светлого цвета. Когда вы работаете гуашью, должны помнить, что темный цвет перекрывает светлый. Это во всех красных. Но гуашь может поднять светлый цвет и перемешать наши линии. А нам это не нужно. Мы делаем цветную графику такую. Нам нужны четкие края. Буквально как раз красочка такая. Теперь мы начнем рисовать сначала. Давайте мы начнем с нашей Луны. С нашей Луны. Что мы будем делать? Луна у нас с вами будет в таких холодных довольно-таки сочетаниях. Но, так как солнышко рядом, мы выберем начало наших перышков светлым цветом белым. С неаполитанской желтой. Это если вы работаете с темперой. Если вы работаете с гуашей, вы берете просто охру золотистую. Я поворачиваю вот так нашу работу, потому что мне удобнее и вам так будет работать. Мы работаем к нашей Луне. Я беру на одну треть, на одну треть, от длины нашего такого лепесточка и рисую вот такую цветовую, цветовую вот такую вот, вот такие кончики у нас будут от солнца, напитанные солнечным цветом. Маленький, поменьше. Тактика такая. Мы обводим и потом закрашиваем вот с таким вот, раз такой тушировкой. Если вы рисуете гуашью, то потом будет очень легко разбелить это водичкой. Вымываем и переходим на другой цвет. Мы берем белый цвет и добавляем цирулиум. Небесно-голубой цвет. Теперь очень важно нам соблюсти пропорции. Дело в том, что если я соберу очень много белого цвета, то здесь будет провален цвет. А нам нужно, чтобы цвет, вес цвета охры и цвета голубого был одинаковый. Вот как-то проверить. Вот посмотрите. Чувствуется, что здесь не хватает белого цвета. Поэтому я спокойно добавляю белого цвета. Смотрите. А теперь вес одинаковый. Я иду вот по этим штрихам. И еще нарисую небольшой такой кусочек. Растяжка в цвете достигается несколькими путями, пока у нас цвет не растянут. Я покажу чуть позже, как вам растянуть этот цвет. Дальше. Я сюда добавлю немножко черного цвета. Для того, чтобы нам дать серый оттенок. Не переборщить надо. Самое главное. Получается такой вот серебристый оттенок. Белая краска. Цирулиум. И черная. Сажа газовая. Смотрите, чтобы весовой цвет был очень гармоничен. Никак. У нас остается небольшой кусочек до нашей выпуклой линии. Мы сделаем это другим цветом. Мы возьмем белый цвет. И добавим голубой фэцэ. Хоть цвет голубая фэцэ есть в гуаше. Это самый темный синий цвет. Дает небесное сочетание. Можно обвести линию каймы от одного угла к другому и закрасить голубой фэцэ с белой красочкой наши лучики, идущие от луны. Если вы работаете в гуаше, то можете смело разбелить этот цвет. Добавляйте немножко воды и полусурой кисточкой зигзагом проводите в места стыковки. И у вас будет плавный переход. Если вы работаете в акриловом цвете, вам придется делать или мазковый переход, или переход при помощи тампановки. Тампановку лучше всего делать при помощи поролона. Я же, если вот такой цвет высох, набираю на палитре тот цвет, который остался, с водичкой наношу. Вот так аккуратненько. И он будет полностью перекрывать оттеночек. Здесь надо закрыть. Как надо. Теперь мне надо сделать переход от неаполитанской желтой в голубую. Как это сделать? Надо просто воды побольше добавить и перекрыть с одной стороны. Гуаши в этом смысле работать гораздо проще. потом набрать наш подобрать тон цирулиума с водичкой и сделать с другой стороны. Вот получается плавный такой переход, нежный. теперь нам осталось нарисовать луну. Наша луна тоже будет нести оттенок от нашего теплого солнца. Мы берем белый цвет, возвращаемся к нашему охристому цвету и начинаем делать перевернув вверх тормашками начинаем делать такие размашистые движения сверху вниз. Лисирующая краска, лисирующая. Почему? Потому что нам надо, чтобы цвет в цвет входил очень плавно. И в то же время мы должны доводить поводить здесь водичкой, чтобы цвет у нас был вмешивался в другой цвет и карандаш еще был виден. Поэтому мы вот так будем делать. И последнюю часть это цирулиум. я сделала вот охристый цвет, потом голубой и закончила цветом цирулиум. В таком виде я перехожу на рисование нашего солнышка. Значит, солнышко мы берем, начинаем с белого цвета и с лимонного. Получается цвет, который подходит по массе цвета первого, который у нас был у луны. Таким же образом мы закрашиваем окончание наших вот таких огненных декоративных лучиков. добавляем в эту же краску добавляем немножко кадми желтый средний. Можно сразу вот так перемешать, чтобы потом не возвращаться. Можно сразу с водичкой нам перемешать этот оттенок, чтобы вам было удобнее. если вы работаете темперой или акриловой красочкой. Вот так. Очень аккуратненько, нежно ведете. Лучше всего работать кисточкой номер 4, 5 или 6, не больше. Теперь начинаем добавлять в этот цвет оранжевый оттенок. Перемешивая с белым, с лимонным и с кадмием. Подбираем вес. Если веса много, добавляем белый цвет. Вы можете пользоваться для растяжки другой кисточкой. Держа ее на готове. переход получается персиковый, очень нежный. сразу же вот так нежно переходим. Дальше идем более насыщенный цвет. Берем уже чисто оранжевый цвет по сочности. Немножко тяжеловат он, поэтому белого цвета мы добавим. Это чистый, несмешиванный цвет. Здесь больше у нас световых сочетаний, чем в луне. Но они настолько близко друг к другу подходят, что не выбиваются из ряда. персиковый сочетания. вот такого персикового сочетания мы добавляем сюда кадмий красный темный. Но добавляем немножко. разводим на палитре, подбираем по цвету опять же и уже доводим до нашего логического вот сюда завершения. Нам останется только один оттеночек приближенный к нашему солнышку. чем хорошо работать темперы можно исправлять. Я взяла темноватый цвет, тут же добавила белого цвета, перемешала, то есть сразу исправила какие-то недочеты. Темпера высыхает, она покрывается пленочкой, в составе она имеет клей, который при высыхании создает прекрасную пленку. Темпер можно перерисовать, поэтому если у вас что-то не получилось при высыхании вы можете смело перерисовать вашу работу сверху и работа не пострадает. В этом она красочкой не отличается от масляных красок. Вот здесь у меня остался маленький завиточек. Посмотрите, если у вас он остался, он у нас вровень с этим розовым оттенком. Дальше мы берем бордовый цвет, добавляем в ту же самую палитру нашу, перемешиваем с белым цветом и получаем вот такой вот оттенок цвета бордового. Уже до края нашего солнышка. Сейчас мы исправим вот эту всю линию. Она у нас будет четкая. вы делаете свое дело. Включи? Да, я вырежу с боку. Вот таким образом мы доделаем наше солнышко. Теперь нам осталось сделать ее тонировку. Значит, берем лимонный цвет с белым смешиваем и начинаем рисовать. добавляем кадми желтый средний. Добавляем оранжевый. Не забываем про белый цвет, иначе у вас будет очень яркий тон, который будет выбивать вашу цветовую гамму. И вот здесь у меня остался какой-то смешанный красный оттенок. Плавно заканчиваем. Теперь нам нужно сделать общий цвет тона, для того, чтобы наша композиция проявилась. Естественно, это происходит на фоне ночного неба. Я возьму один цвет ультрамариновый и обведя каждый элемент, закрашу ультрамариновым цветом наше звездное небо. Когда вы будете закрашивать, вы можете убрать все недочеты. Кому-то удобнее закрашивать тоненькой кисточкой, кому-то более толстой. Каждый решает сам. Постарайтесь, чтобы ваша работа была хорошо высушена. Продолжение следует... здесь можно работать как тоненькой кисточкой, сразу толстой кисточкой. Смотрите, чтобы не оставались белые пятнышки, так называемые зайчики. Краска должна ложиться не жидкой, но и не очень густо. Если будет очень густо, у вас будет мохнатый след оставаться. А если очень жидко, у вас будет много прозрачных линий. Поэтому можно нарисовать в два этапа. Сначала более жидкой краской, а потом сделать более густой краской сверху. Можете сделать тон черный. Можно сделать небо голубой фице цветом. Теперь тонируем с этой стороны. . Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я воспользуюсь черной краской сажегазовая для того, чтобы нам создать четкую, яркую линию, линию графики такой. Эта линия, как правило, ставит все на свои места. Сразу видно, как у ребенка или взрослого работает моторика рук, поскольку это самая сложная техническая операция в этом рисунке. Продолжение следует... Хоть она самая сложная, это самая для меня самая вкусная операция. Завершение своей работы. Для того, чтобы вам было удобно делать линию одной ширины, надо правильно держать кисточку. Кисточку мы держим тремя пальчиками. На конце металлического ригелька вначале упираемся большим пальчиком и, упираясь в косточку, ставим целиком руку на поверхность стола. То есть мы можем какую-то часть приподнять, но вот эта сцепочка обязательно у нас на столе. Благодаря этой сцепочке, профессиональному поставку кисти, мы можем работать с одинаковым наживом, плавно, без рывков. Сейчас я обведу по контуру нашу луну. Продолжение следует... Так, щечки мы обозначим. Можно сделать реснички. Линию надо вести от самого края, как будто край обрезан. Это очень важно, потому что, как правило, на таких работах до края или не доводится линия, или она доводится тоненькой такой полосочкой. Стараемся все-таки делать толщинку одинаковую. Если образуются пробелы, подкрашим черной красочкой. Так. 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 Если у вас гуашь очень сильно пачкается, под мизинчик положить нужно листочек бумажки. Кисточку держать нужно практически перпендикулярно столу. Работу желательно вращать. Для того, чтобы рука ваша всегда шла к вам, не от себя, а к вам. Такая работа очень здорово развивает моторику рук, приучает к такой каллиграфии. Сочетание желтого с ультрамариновым цветом на наше восприятие мира глазами воспринимается как радость. Осталось нам доделать солнышко. Это я внизу доделаю. Я работаю кисточкой номер 2 белочкой. Можно работать с колоночком, можно даже синтетикой. Если тяжело у вас это совсем получается, можете обвести тонким фломастером. Можно провести расфедером с тушью, а можно обычным маркером черного цвета. Давайте с вами закончим наше солнышко. Декоративная работа. Декоративная работа. У меня следующий глаз не поместился. Я его сделаю фрагментально. Все-таки работа у нас декоративная. Пусть фрагментом будет у нас и глаз. Поживее сделаем. Оживим наше солнышко конопушечками. Здесь много дополнительных элементов делать не нужно, потому что они нас сразу разобьют нашу работу. Единственное, что я сделаю такие вот разбивку на локоны. И дам вот такие вот овалы на щечках. Дело в том, что у нас, раз у нас там глазки открыты, они несут большую информацию. А здесь меньше, поэтому мы добавим немножко. Немножко измачку. Вот. А теперь попробуем еще декорировать звездочки. Возьмем ватную палочку и белый цвет. Звездочки можно делать в свободном таком начертании. Или в виде вот таких вот, как бы пузырики такие вот получаются. Их можно сделать на самих наших фигурах. Можно сделать только по небу. Так. 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 Можно сделать по краям нашего персонажа. Такими тычочками можно исправить какие-то недочеты в рисовании. Кривую линию, например, если она у вас неровненькая. Можете сделать. Тычок может быть иметь золотого цвета, серебряного. Так. Вот так вот. 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 И здесь мы сделаем так же. Так. 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 Вот таким образом мы можем доделать завершение своей работы не надо сильно увлекаться этим иначе будет работа очень сильно дробленая субтитры создавал DimaTorzok